Валентина Александровна Ермакова Ребенок войны. Когда началась Великая Отечественная, ей было 11. Тогда юная Валя только заканчивала начальную школу в городе Касимове Рязанской области и на себе почувствовала все тяготы войны. Началась война, было много в Рязани, скопилось народу, что-то сказать, и раненых, и солдат. И школу отобрали под госпиталь, образовали госпиталь. Но так как городок небольшой и не очень богатый, то все собирали с жителей. Вот даже посуду, одежду, постельные, полотенца. Все вам объявляли по радио, помогайте. Валентина Александровна рассказывает, что в войну семье приходилось нелегко. В июне 41-го отца призвали на фронт, а в декабре 42-го пришла похоронка. В доме остались она, две сестры, мать и бабушка. Огород сажали, конечно, и пыла, и картошка, и овощи. Все сажали. Ну, не скажу, что в зиму войной голодали. Нет, этого не скажу. Мама ездила, с женщинами меняли. Кто чего там, кто одежду, кто обувь. Конечно, на хлеб, на хлеб, на какие-нибудь крупы. Валентина Александровна вспоминает, что в годы войны ей и ее сестрам приходилось работать. Сажали и собирали урожай, ходили за водой, кололи трава. Ходили сначала по колхозам, поближе которые, километров там пять, может быть, четыре поменьше. Без ночевки приходили и пололи, и все делали. Даже одно время собирали колоски. Когда вот урожай собрали, ну, вот собирали, еще колок был, руки кололи. Как признается Валентина Александровна, немцев она видела, но лишь издалека. И, к счастью, свиста пуль, летящих в ее сторону, никогда не слышала. Бомбить не бомбили. Самолеты немецкие пролетали. Видели мы, и кресты эти видели. Но бомбить ничего не бомбили. Прошло как-то все незаметно. После войны Валентина Александровна закончила школу, вышла замуж и в 56-м году вместе с супругом переехала в наш город. Сегодня Валентине Александровне 89 лет. За свои годы она видела радость и горе. Но то, что пережила во время войны, не забудет никогда. Редактор субтитров А.Семкин